30 апреля в Тверском областном суде вынесен приговор Али Колизовой, обвиняемой в убийстве с особой жестокостью, совершённой общеопасным способом в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии. Следствием судом установлено, что в мае 2019 года женщина находилась в коммунальной квартире, расположенной в посёлке Химинститута города Твери, совместно с тремя знакомыми, один из которых пенсионер в силу престарелого возраста, инвалидности и физического состояния, связанного с переломом наружной и внутренней лодыжек правой голени со смещением, передвигался только ползком на четвереньках. В ходе распития алкогольных напитков женщина в связи с отказом пенсионера употребить спиртное сначала из стакана, а после повторного отказа употребить спиртное из канистры облила мужчину спиртосодержащей и легко воспламеняющейся жидкостью, после чего взяла зажигалку и подожгла его. При этом злоумышленница осознавала, что распространение по комнате отравляющего дым от огня представляет опасность для жизни двух других знакомых. С полученными телесными ожогами мужчина был доставлен в больницу, где позднее скончался. Сама подсудимая в ходе судебного заседания настаивала на том, что убивать знакомого не хотела, просто пыталась остановить его негативное высказывание в адрес своих умерших родственников. В премиях гособвинитель просил назначить подсудимый наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Суд переквалифицировал совершенное кулизовое преступление со 105 на статью 111 часть 4 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего». Признав подсудимую виновной, суд назначил ей наказание 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. В Московском районном суде города Твери рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Ригина, главного специалиста Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд удовлетворил ходатайство следователя. Максим Ригин заключен под стражу на срок 2 месяца по 26 июня включительно.